Я расскажу вам о фестивале, который я основал 6 лет назад в Великобритании, The Great Escape, на который некоторые из вас собираются в этом году, а остальные, может быть, приедут следующим. Начнем с того, что The Great Escape был основан 6 лет назад. И главная цель фестиваля – дать новым артистам и новым бизнесам возможность развиваться и расти на этом чрезвычайно непростом рынке. В проекте задействованы многие СМИ, самые разные сегменты музыкальной индустрии со всего мира. Это три дня, это множество специалистов, перформансов, вечеринок. И также, что очень важно, это деловые разговоры и множество образовательных возможностей. Огромная часть нашего мероприятия – это конференция. И мы приглашаем разных спикеров, которые приезжают рассказать о том, чем они занимаются. Мы поднимаем самые актуальные темы. Например, на сегодняшний день это розничные продажи в музыкальной сфере, перспективы живых уступлений, решения в области защиты авторских прав. И это действительно очень хорошая возможность, если вы хотите работать в музыкальном бизнесе, знакомиться с нужными людьми в действии. Тут очень много возможностей завязать важные контакты. Какой критерий основной отбора артистов? Артистов – это лично какой-то ваш вкус или вы изучаете тенденции? То есть ведет для себя больше или это четко спланированная история, да? Это сложное сочетание. Мы наблюдаем за трендами и следим, куда движется индустрия. Мы изучаем сам музыкальный материал. Насколько хорошо он может продаваться, насколько хороша мелодия и так далее. Наконец, имеет значение, как музыкант смотрится на стейне, насколько интересными будут живые выступления. Это может сильно помочь. Одним словом, на выбор влияет комбинация факторов. А дальше тогда, а как рекламная кампания? С чего начинается, где распространена? Основная реклама где проходит? В первый раз, в 2006 году, наиболее важной была реклама в журналах. Но с тех пор многое изменилось. Сейчас наиболее подходящий ресурс – это Facebook. Он невероятно действенный сегодня в Великобритании в вопросах продажи билетов и общения с людьми. Вы могли бы рассказать о практическом опыте развития артиста-участника? Мы делаем площадку для медиа и стараемся, чтобы представители СМИ увидели артистов. Мы стараемся помочь артистам в участии как на других фестивалях, так и на наших собственных мероприятиях. Мы занимаемся такими вопросами, как звукозапись, работа на ивентах, сделки по паблишингу и так далее. Ежегодно мы публикуем отчеты наиболее позитивных бизнес-моментов. Как подбирается персонал для фестиваля? Кто там работает? Это сложившаяся команда за несколько лет? Или вы выбираете студентов с каким-то особым опытом или образованием? Каким образом выбираются эти люди? Уже пять лет мы занимаемся этим вопросом, и наша команда разрастается. В основном персонал подбирается из участников волонтерских программ. Что дает больше знаний и какой-то совет есть от вас к нам? На самом деле очень важно волонтерство. Старайтесь получить как можно больше практического опыта. Я сам около года бесплатно работал как волонтер на различных мероприятиях. Вот вы сказали, что большую роль играет менеджер в карьере артиста. Не посоветуете ли вы начинающему артисту, как лучше выстраивать отношения с менеджером? Это оплата менеджера должна идти с выступлений, либо ему нужно платить зарплату? Никогда не платите ему зарплату. Никогда. Никогда не платите своему менеджеру зарплату. Они должны работать за комиссию. 20% – это норма для Великобритании. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо большое!